Братья и сестры, я тоже всех приветствую. В книге пророка Исаии, ближе к концу этой книги, это контекст 60-х глав, есть очень знакомый нам отрывок. В этом отрывке Исаия говорит от имени Бога и говорит о грядущей славе Сиона. Если вы помните, слово Сион очень часто встречается в книгах Ветхого Завета. Это гора, на которой был построен город Иерусалим. Однако, вот когда библейские авторы говорят о Сионе, они не имеют в виду географическое расположение определенного места. А в истории спасения небольшой акрополь, называемый Сионом, занимает видное место. Сион – это доказательство, обещание Бога жить среди своего народа. Это доказательство, обещание Бога быть отцом династии Давида. Ну вот, у пророков или в поэзии Ветхого Завета Сион часто и означает Царство Божие во всей его полноте. А по отношению к Сиону, вот, к своему народу, у Бога есть обязательство. Бог намерен произвести народ, жизнь которого будет излучать его праведность. По отношению к Сиону, у Бога есть обязательство. Это его обетование, его обещание. Бог намерен произвести народ, жизнь которого будет излучать его праведность. Народ, который будет гореть его спасением. Я цитирую один из библейских стихов, вот, книги пророка Исаия. Да, вот так пишут пророки, братья и сестры. Праведность, вот, людей, народа Божьего, у которой есть свет, и спасение, как горящий светильник. А Бог говорит, что Он отдаст все силы на эту работу, на работу по принесению праведности, освящая жизнь, вот, своего народа, чтобы его спасение, оно горело, как факел. Итак, вот, в книге пророка Исаии есть и знакомый нам отрывок. И вы знаете, вот эта вот забота Бога о грядущей славе Сиона, она происходит по-разному. И вот одной из грани этой заботы было назначение сторожей-заступников. Пророк называет их, как тех, кто поставлен на стенах Иерусалима. Вот, как написано о них, не умолкайте, не умолкайте пред ним. А именно у этих сторожей есть еще одно определение. Пророк называет их напоминающие о Господе. Ну, вот теперь библейский текст. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. Вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Не умолкайте пред ним, доколе он не восстановит, и доколе он не сделает Иерусалима славой на земле». Вы знаете, вот в контексте 60-х глав книги пророка Исаии вот очень интересно разобраться, «А что значило для этих людей напоминать о Господе?» И вот главный вопрос, а все-таки кому или как эти люди напоминают о Господе? И вот забегая вперед, вот хочу ответить на этот вопрос, что, скорее всего, вот эти вот сторожа-заступники, они напоминают о Господе именно Господу. Сторожа-заступники, которых Бог поставил на стенах Иерусалима, скорее всего, напоминают о Господе именно Господу. То есть это не те люди, которые говорят с людьми, это не те, кто говорят с людьми, это те, кто говорят с Богом. Сторожа-заступники – это люди, которые постоянно молятся Богу. Если помните, друзья, вот у Бога очень часто есть такие люди, как пример, как иллюстрация, вспомните, пожалуйста, Анну, о которой написано, вдовица Анна, о которой написано, что она не отходила от храма постом и молитвой служила Богу день и ночь. Ну вот почему я говорю об этом? Мое желание вместе с вами вот сегодня послушать молитву одного из сторожей-заступников. Интересно, о чем и как молятся вот такие вот люди, люди, которых Бог поставил на стенах Иерусалима, не умолкать ни днем, ни ночью? Что они говорят в своих словах, в своих молитвах Господу? В нашем внимании очень коротко и очень обзорно будут сразу две главы из книги пророка Исаии. Вторая половина 63 главы и вся 64 глава. Я очень надеюсь, что, может быть, наш с вами такой короткий обзор оставит вас это желание, но более внимательно прочитать эти главы позже, когда будете читать дома Библию. А для начала послушайте первые несколько предложений этой молитвы. Книга пророка Исаии, 63 глава 7 стиха. «Воспомяну милости Господню и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его к Дому Израилеву, какую оказал Он Ему по милосердию Своему, по множеству щедрот Своих. Он сказал, подлинно они народ Мой, дети, которые не солгут, и Он был для них спасителем. Во всякой скорби их Он не оставлял их, и ангел лица Его спасал их по любви своей, и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние». Но, друзья, обратите внимание на самое первое слово молитвы этого человека. Он говорит «воспомяну». Помнить, воспомянуть, ну или, как мы с вами сказали, друзья, напомнить. Вот этот человек, который молится вот в этих стихах, друзья, он верен своему призванию, напоминающий о Господе, не умолкайте. Вот о чем молится этот человек, он открывает свое сердце Богу, о Боге. Ну, между прочим, друзья, 63-я и 64-я главы книги пророка Исаия – это одно из самых красноречивых ходатайств Библии. Вот если хотите прочитать ходатайствую молитву, если хотите научиться чему-то вот у этого человека, как просить за людей, ну, пожалуйста, прочитайте 63-ю и 64-ю главы книги пророка Исаия. Вы знаете, друзья, вот у большинства библейских молитв есть одно общее правило. И вот, как правило, библейские молитвы обычно, друзья, начинаются с разговора с Богом о Боге. То есть, как начинаются люди, вот, чьи молитвы оставлены в Библии? Их молитвы, они похожи на разговор с Богом о Боге. О том, вот в нашем случае, друзья, вот это разговор о том, что он сделал в прошлом для своего народа, это разговор о том, о его путях милости, о его путях терпения и искупления. И вот, как подтверждение этого правила, позвольте мне напомнить, вот известный для нас с вами отрывок, это вот 138-й псалом, а в этом псалме есть главная просьба Давида, или первая и главная просьба Давида, вот о чем он просится. Просит, простите, «О, если бы ты, Боже, поразил нечестивого!» Это вот просьба Давида в 138-м псалме, «Удалитесь от меня, кровожадный!» Ну, вот, скорее всего, Давид столкнулся с очень сильной враждебностью. И вот интересно, да, что все же, вот, хотя вот опасность является смертельной. Вот перед вами текст, братья и сестры, это 19-й стих 138-го псалма. Вот опасность является смертельной. Но чтобы сказать Богу эту нужду, ему понадобилось 18 стихов рассуждать о Боге. То есть сначала он говорит Богу о Боге, только в конце своей молитвы несколько нужд. Дорогие друзья, как сильно это отличается, эта молитва, от того, что мы так часто с вами делаем в присутствии Бога. К сожалению, у нас тоже есть правило. Вот правило того, как начинаются наши свои молитвы. Обычно, друзья, это Господи мы или Господи я. Кажется, что в библейских молитвах на первом месте всегда стоит истина о Боге, к которому мы обращаемся с нашими нуждами. Вот как звучит первый стих 138-го псалма. «Господи, Ты! Господи, Ты испытал меня и знаешь». Молитва нашего с вами, сторожа заступника, немного отличается. Вот если это половина 63-й главы и вся 64-я глава, то 8 стихов у него размышлений о Боге. Ну, это немножко конец 63-й главы. И затем 19 или 20 стихов его просьб. Но все-таки посмотрите, друзья, истина о молитве, она остается той же. Всегда начинайте с Бога. Начинайте с Бога. И так молитва сторожа заступника. Вот давайте посмотрим основание заступничества, его ходатайства. То есть на основании чего вот данный человек просит Бога? У него есть нужды, он высказывает эти нужды Богу. Но вот на основании чего он будет молиться Богу? 8 стих 63-й главы. Это слова Бога. Бог сказал подлинно, они народ мой, дети, которые не солгут. Он был для них спасителем. Друзья, нам открывается вот это вот интересное сокровенное желание Бога. Бог принимает человека. Бог принимает нас с вами в свою семью. И мы становимся его народом и его детьми. Вот что он ожидает от нас, друзья. Посмотрите внимательно, 8 стих. Дети, которые не будут поступать ложно. Дети, которые не будут поступать ложно. То есть Израиль был призван стать верными детьми Божьими. Посмотрите, этот стих говорит там не только о призвании народа, но и о том, что Бог принял вот какие-то обязательства и на себя. Написано в 8 стихе. Он был для них спасителем. Друзья, вот я думаю, вы замечаете, вот при чтении можно заметить, что все-таки вот внимание пророка, оно сосредоточено на каком-то вот событии прошлого, на каком-то историческом событии. То есть, Бог сказал или Он был. То есть, нет сомнений в том, что в памяти пророка какое-то определенное историческое событие. Событие, где Бог спасает свой народ. Друзья, мы смотрим вот дальше эту молитву и понимаем, что пророк говорит об исходе из Египта. То есть, отправной точкой дел Бога является время исхода из Египта. Вот между прочим, друзья, вот если читать само повествование того, как народ вышел из Египта, действительно там встречается очень-очень похожее слово. Вот схожее слово с тем, о чем молится пророк Исаия. А вот после событий Красного моря написано, то есть, когда море стало суши, когда раступились воды, а сыны Израилевы, они прошли среди моря, вот как написано, это книга Исход, 14 глава, 30 стих. И избавил Господь в день тот израильтян из руки египтян. Избавил, друзья, или спас. Спас Господь в тот день израильтян из руки египтян. А выход из Египта – это дело спасения Господа. То есть, мы вспоминаем это событие. И поэтому, друзья, вот Господь не только привел свой народ в отношения сыновства, но посмотрите, как интересно, что со своей стороны Он принял последствия этих отношений, действуя во спасение человека. Итак, вспомину милости Господней и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его к Дому Израилеву, какую оказал Он Ему по милосердию Своему и по множеству щедрот Своих. Посмотрите, как интересно этот человек говорит Богу о Боге. Не перестает вспоминать милости Бога. А вот седьмой стих, который я процитировал в 63 главе книги пророка Исаия, друзья, начинается милостью Господа и заканчивается множеством щедрот Бога. А вот это вот воспоминание охватывает все возможные аспекты проявления неизменной любви Господа. Это дела Бога, за которые следует Его проставлять. Это великая благость Бога, которая полностью удовлетворяет нужды Его народа. Во всякой скорби их Он не оставлял их. И ангелы лица Его спасал их. По любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял их и носил во все дни древние. Ну, конечно, если вот говорить о времени, когда израильский народ находился в Египте, вот для израильского народа это время страданий, это время скорби. Они не просто в рабстве, друзья, помните, а их детей уничтожают, уничтожают самым безжалостным образом. Интересно, вот пророк, рассуждая о Боге, он как бы говорит, что сам Бог имел скорбь во всех скорбях своего народа. И с другой стороны, посмотрите, во всем этом открывается присутствие Бога. Вот как написано присутствие Бога? Он не оставлял их, и ангел лица Его спасал их. Попробуйте понять, что значит быть ангелом лица Бога. Почему написано ангел лицою? Вы знаете, почему, друзья? Потому что лицо означает личное узнаваемое присутствие. Личное узнаваемое присутствие Бога. Вот когда мы смотрим историю израильского народа, помните, друзья, вот в буквальном смысле, в буквальном смысле чудесным образом спасения от врагов. Итак, милости Господа, спасение Господа, любовь Господа. Бог ожидал, что вот дети, которым проявлена эта любовь, они не солгут. Дети, которые не солгут. Подлинно они народ мой, дети, которые не солгут. А каким же был ответ народа? Удостоенный столь высокой чести, действительно ли они не будут лгать? Посмотрите, 10 стих 63 главы книги пророка Исаии. Но они возмутились и огорчили Святого Духа его, поэтому он обратился в неприятеля их, сам воевал против них. То есть в отличие от Божьей благости народ был непокорным. И вот вместо благодарности и большей верности со стороны народа за божественными благами последовали неблагодарность и бунт. Вот такое интересное слово, друзья, возмутились. Это слово означает восстание и идея вот такой вот отпора. То есть нам не нужен вот такой вот милостивый Бог, нам не нужен вот святой Бог. Святой Бог нам не нужен. С другой стороны, друзья, истинная отрывка такова. Те, кто отвергают его путь, становятся противниками Бога. Те, кто отвергают путь Бога, становятся противниками Бога. Вот в данном случае даже его врагами. Знаете, вот утверждение о том, что Бог ненавидит грех, но любит грешника. Оно обязательно нуждается в уравновешивании, друзья. Оно нуждается в корректировке именно вот таких библейских отрывков. То есть в конечном счете это важно понимать. Грешник и грех не могут быть легко отделены друг от друга. Грешник и грех не могут быть легко отделены друг от друга. Итак, последовательность такова. Бог искупил. Они восстали. Бог обратился в неприятеля их. И теперь послушайте следующий стих. Это 11 стих. Тогда народ его вспомнил в древние дни Моисеевы. Где тот, который вывел их из моря с пастрем овец своих? Где тот, который вложил в сердце его святого духа своего? Интересно, что вот в гуще вот этого восстания против Бога, враждебности, возвращается людям нежная память о Боге. Вот человеку возвращается нежная память о Боге. Его народ оглядывается назад. Вот позвольте напомнить, какое время пишет сам пророк Исаия. То есть что за народ теперь оглядывается назад? Друзья, это скорее всего современники пророка Исаия. А вот чем особенно было поколение, когда жил пророк Исаия? То есть это был народ, который проходил через наказание Бога. И вот Сион, о котором я сказал в самом начале, о котором возвышенно говорит Священное Писание, говорят пророки, вот Исаия плачет, он говорит, Сион пуст, а Иерусалим разрушен. И, друзья, вот представьте себе, люди живут в обетованной земле. Они понимают, что все могло бы быть иначе, все могло бы быть по-другому. И вот теперь звучит их плач. Они вспоминают, они вспоминают дни Моисея, оборачиваются назад. Посмотрите, вот сетвание, плач народа звучит как вопрос Богу. «Где ты?» И народу кажется, друзья, что в настоящее время Бог не так явлен и не так готов спасать, как раньше. И они хотят, чтобы Бог действовал сейчас так же, как раньше. Вы знаете, вот плач народа, больше того, заключается в том, что Бог, а не Моисей, теперь не проявляет к ним милосердия. Вопрос, где явно относится к Богу? «Где ты?» Друзья, давайте будем помнить, что это разговор человека с Богом. Разговор человека с Богом о Боге. И вот наш торж-заступник понимает, что все-таки у него есть хоть какое-то основание открывать свои нужды Богу. Его молитва, она началась с милостей, с благости Бога по отношению к народу. Вот с этого желания Бога, да, что вот его народ был верным его народам. Вот теперь пророк осознает, что да, народ отступил от Бога. И пророк показывает плач народа. И вот теперь, смотрите, молитва уже направляется, обращается напрямую к Богу. 15 стих. «Призри с небес и посмотри из жилища святыни своей и славы твоей, где ревность твоя, где могущество твое, благоутробие твое и милости твои ко мне удержаны». Ну, во-первых, друзья, он просит Бога вспомнить обо всем, что он сделал для своего народа. То есть он как бы говорит Господи, вот как Ты вел. Вот мы знаем эту историю, она вот в крови нашей. А вот как Ты провел этот народ всеми этими путями, со всей этой силой и из этой любви. Вел, несмотря на неверность народа. И вот теперь вопрос, скрытый вопрос. Господи, неужели все это было напрасно? Неужели все это было напрасно? И скрытый вопрос этого человека, ну поменялся ли Бог? Бог, изменился ли Бог? Только Ты, Отец наш. Ибо Авраам не узнает нас, Израиль не признает нас своими. Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое, Искупитель наш. Друзья, вот напоминает Богу, знаете, еще о чем? Он напоминает ему еще о том, что вот люди, которые отвернулись о Боге, люди, которые теперь вспоминают о делах Бога, они все еще являются Его народом. И он понимает, что вот этот вот титул, который так величественно Бог дал своему народу, народ мой, он не был отменен. Да, вот они не живут в соответствии с привилегиями сыновства. Но где же? Где же Господь вечной и неизменной любви? Разве эта всеобъемлющая любовь не распространяется? И вот на эту ситуацию. Посмотрите, как красиво говорит человек. Имя Твое, Искупитель наш. Вы знаете, славное имя Бога. Вот это все, что привлекает в нас, нас привлекает в Нем. Слава Его прекрасных и победоносных путей. Но разве Он не будет по-прежнему трудиться, чтобы Его имя снова звучало, как Господь Искупитель вот в этой красоте? Повернись к нам лицом. Удели нам свое внимание. То есть моритва обращена Господу во всей полоте и божественной природы. Друзья, Он понимает, что Он где-то на небе. То есть Он далеко от нас. Он совсем не такой, как мы. Мы сильно отличаемся от Него. Друзья, Он понимает, что Он полон достоинства. Величие Он, Святой Бог. Ну где, где ревность Твоя? Конечно, когда говорится вот о ревности Бога, говорится не в смысле недоверия или сомнения, а в смысле вот этой вот решительности и твердости, благодаря которой Бог исполняет свое обетование. То есть у Него есть могущество, и у Него есть ревность. А вот в 15 стихе, вот если читать его в русском языке, есть немножко непонятное слово, друзья, вот слово о благоутробии. Благоутробие Твое и милости Твои ко мне удержаны. Да, вот так вот написаны в книге Ветхого Завета. И вот обычно какие-то физические ощущения, они выражаются в терминах действия каких-то частей тела, с которыми они считаются, с которыми они связаны. Вот, к примеру, друзья, это что-то об утробе говорится, да, благоутробие, если попытаться понять значение этого слова на русском языке. И вот кишечник в Священном Писании, друзья, он считался местом сильных эмоций. Вот посмотрите, как по-английски написано, да, друзья, как бы, ну, возбуждение Твоего сердца. То есть какое-то движение Твоего сердца, да, вот и Твоя милость, они удержаны от Меня. То есть вот о чем, вот буквально, если мы с вами читали вот этот язык на еврейском языке, мы его прочитали, шум смятения внутренностей Твоих. То есть что имеет в виду пророк, друзья? Это сострадание. То есть Он говорит, сострадание Твое ко Мне удержано. Вот это вот переполняющая Твоя любовь, о которой мы знаем, которую видели, рассказывали наши отцы, она сегодня удержана. Вы знаете, друзья, я хочу обратить внимание, вот эти вот вопросы, друзья, где Тот, где ревность Твоя? Вот вопрос, он повторяется дважды. Вот где теперь великие качества прошлого? Вы знаете, что интересно, друзья? Вот мы сейчас с вами заметим, что эти вопросы задают глубоко верующий человек. Это не сомневающийся человек, друзья. Это не человек, который вот-вот готов отвергнуть Бога. Это человек, который хорошо знает Бога. Посмотрите, интересное слово, да, вот благоутровие Твоей милости ко Мне, они удержаны. Друзья, он хорошо понимает, что Бог не изменился. Милости Бога еще там. И вот эта вот внутренняя любовь Бога по отношению к Своему народу, она еще там, все это есть, но удержаны не значит утрачены. То есть вопросы задает глубоко верующий человек. Где милость Твоя? Где благоутробное, благоутробие Твое, то есть глубокое сострадание Твое по отношению ко Мне? Только Ты, Отец наш, Авраам не узнает нас, Израиль не признает нас своими. Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое, Искупитель наш. То есть, знаете, он вспоминает и вот прородителей народа, да, вот Авраама, который говорит, что не узнает нас. То есть пророк понимает, что даже самые великие и почетные члены семьи, они не могут предложить помощь. И знаете, что интересно, вот что вот Авраам не узнает нас, да, друзья, а он Богу говорит, а Ты, Отец наш. То есть Авраам не узнает нас, да, то есть появился какой-то вакуум, да, Израиль, вот если бы Авраам посмотрел на нас сегодня, если бы Израиль посмотрел на нас сегодня, они бы нас не узнали. И вот этот вакуум, он понимает, что приходит Бог, а Бог еще Отец наш. Бог – это Отец, который приходит вот в этот вот вакуум. Вы знаете, вот уже звучало несколько, где теперь звучит, почему, это 17 стих. «Для чего, Господи, Ты попустил нам совратиться с путей Твоих, ожесточиться народу нашему, чтобы не бояться Тебя? Обратись ради рабов Твоих, ради колен наследия Твоего». Вы знаете, вот почему? Это молитва за заблуждающийся народ. И вот он понимает, что основная проблема, знаете, в чем? А проблема в том, чтобы Бог обратился. «Ты попустил нам совратиться с путей Твоих». И потом он просит, обратись. То есть самая большая проблема, он понимает, что проблема в Боге, чтобы Бог обратился вот к этому народу. «Почему Ты попустил нам совратиться с путей Твоих?» Вы знаете, вот может показаться нашим слухам, от которых мы с вами читаем Библию, может показаться, что это попытка возложить вину на Господа. То есть это Ты виноват в том, что мы совратились с путей Твоих. Вот в ветхозаветном понимании, друзья, вот в том понимании, которое имели люди, которые писали эти слова, которые жили вот этим, друзья, это наоборот, это глубокое признание вины. А знаете, в каком смысле? То есть они понимают, что вот наша вина настолько велика, что Господь не мог оставить ее без внимания. Когда Он говорит, да, что Ты попустил нам совратиться с путей наших, Он понимает и признает, что вот настолько глубока вина народа, что Ты не мог поступить иначе, да, что Ты поступил, не мог оставить эту вину без внимания. Мы совратились с путей Твоих. То есть это вина великого масштаба. Друзья, вот, ну, хотя бы это очень обзорно, да, друзья, очень-очень поверхностно, но, я думаю, очень уже легко заметить, друзья, как неповерхностно, да, друзья, звучат слова этого человека, даже эти вопросы к Богу. Как незаученно звучат вопросы этого человека. Еще раз повторяю, это вопросы верующего человека. Итак, где тот, который вывел их из моря? А где ревность Твоя? Где могущество Твое? Почему ты попустил нас обратиться с путей Твоих? У нас ждет еще одна неожиданная просьба. Это первый стих 64 главы. «О если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица Твоего». Вот в 15 стихе Он просто попросил, посмотри с неба, а в первом стихе 61 главы Он уже просит, сойди. «Если бы ты расторг небеса и сошел». То есть рассматривая трагическое прошлое своего народа, Он понимает, Господи, все могло быть иначе. Все могло быть совсем иначе. Он понимает, что вот одного присутствия Господа было бы достаточно, чтобы все изменить. Вот если бы ты сошел, знаете, как будто бы небеса удерживают Бога. Если бы ты сошел, если бы твое присутствие стало явным, вот явным до такой степени, чтобы растаяли горы. Это красноречие пророка, друзья. Это поэзия, это поэтические высказания пророка, где Исаия умоляет Бога, ну не просто смотреть с небес, он просто просит его спуститься и сделать свое присутствие безошибочно явным, особенно в огне суда над его врагами. Итак, если бы Господь только сошел, все бы изменилось. Но опять, друзья, вот наш с вами слух ведь настроен на Исаию уже, да, друзья? Мы хорошо, может быть, к этому моменту уже изучили бы этого человека. Мы с вами видим душевную боль и тоску этого человека. Если бы ты сошел. Друзья, как часто, может быть, мы не говорим так, но мы так думаем. Как часто, смотря на события истории, мы оздачены тем, как Господь управляет миром. Часто и мы недоумеваем. Почему Он не поступил иначе? Почему не сделал что-то, чтобы остановить зло, изменить обстоятельства и людей, спасти своих, вместо того, чтобы, как нам кажется, ничего не делать? Пятый стих. Ты милостиво встречал радующегося и делающего праведность, поминающего тебя на путях твоих. Но вот ты прогневался, потому что мы издавна грешили. Как же мы будем спасены? Вы знаете, вот, если читать начало, все четвертые главы, вот все кажется легким для такого могущественного Бога. А вот яви лицо твое, и все изменится. Да, вот это слова пророка. То есть покажи свое лицо, садись с небесной, и все поменяется, друзья. Но теперь пророк снова спрашивает, «А почему такой Бог, как ты, должен вмешиваться ради таких, как мы?» Это слова пророка. «А почему такой Бог, как ты, должен вмешиваться ради таких людей, как мы?» Вы знаете, вот в словах пятого стиха сравнивается Бог и человек. Вот Исаия понимает, что Бог не меняется. Его милость там, его верность там, его дела там, его могущество там, его верность там. Друзья, посмотрите, он понимает, что люди не меняются тоже. То есть Бог не меняется, и люди не меняются. В чем же не меняются люди? Исайя говорит, мы издавна грешили. Люди не меняются в том, что грешат. Друзья, и мы с вами не меняемся в том, что мы грешим. Бог не меняется в своих качествах, друзья. Но точно так же люди не меняются в своей греховности. Знаете, больше того, вот посмотрите, как звучит стих. Даже несмотря на твой гнев, мы твердо решили продолжать грешить. Вот о чем говорит Исайя. Несмотря на твой гнев, то есть мы точно знаем, что ты будешь гневаться, но мы точно будем продолжать грешить. Прекрасно знают, что это разгневает Господа. И после этого, конечно, возникает последний вопрос. Может ли такая провокация, такая преднамеренная, постоянная обида по отношению к Богу привести ко спасению? 6-7 стих. Все мы сделались, как нечистый. Вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист. И беззакония наши, как ветер, уносят нас. И нет призывающего имя Твое, которое положил бы крепко держаться за Тебя. Поэтому Ты сокрыл от нас лицо Твое и оставил нас погибать от беззаконий нашей. Друзья, ну вот, если вы будете читать, попробуйте прочитать. Вот первые стихи 64 главы и вот этот вот 5-6 стих, это как раз таки текст, который хорошо знаком для нас, не так ли? То есть мы часто цитируем эти слова, что вот наша праведность, как запачканная одежда. А вот контекст этого отрывка. А вы знаете, вот на что попробуйте обратить внимание, да, друзья? То есть с одной стороны, вот Пророк просит и говорит, Господи, вот Ты сойди, да, вот и горы будут трястись. А теперь посмотрите, что происходит в действительности. Покажи лицо. Ты скрыл лицо, а трясемся мы. Это 6 стих. Мы поблекли, как лист, и беззаконие наши уносят нас. То есть не горы трясутся, а не земля плавится, друзья, а Бог скрыл Своё лицо. И это мы, кто трясемся, и мы, кто уходим от лица Его, не можем стоять перед Богом. Друзья, вот после сказанного, для чего я всё это говорю? Друзья, после сказанного выше, вот есть ли какая-то вообще надежда у человека? Есть ли какой-то выход у человека, да, друзья? Или вот спросить тот же вопрос Пророка Исаии, как же мы будем спасены? Неужели Ты оставил нас погибать от беззаконий наших? И Пророк отвечает, нет. Там он говорит, мы можем быть спасены. Бог не оставил нас погибать от беззаконий нашей. Это 8 и 9 стих. Но ныне, Господи, Ты – Отец наш, а мы – глина. Ты – образователь наш, и все мы – дело руки Твоей. Не гневайся, Господи, без меры, и не вечно помни беззаконие. Возри же мы все народ Твой. Как можно ожидать, что Бог проявит милость к людям, которые нечисты, и к людям, вот чья праведность похожа на запачканные одежды, на грязные одежды? А ведь вот если это отвратительная вещь, если это грязная одежда, друзья, её ведь нужно выгнать, её нужно уничтожить. А знаете, в чём дело, друзья? Дело именно в том, что Бог – это Отец наш. И это такой Отец, который не будет удовлетворён тем состоянием, в котором находятся Его дети. То есть у нас с вами есть основания и есть надежда на заботу Бога. Бог верен своему обетованию. Вот перед нашей молитвой, друзья, послушайте ещё стих, 62 глава, 1 стих, вот книги пророка Исаии. «Не умолкну ради Сиона, ради Иерусалима, не успокоюсь». Друзья, вот можно как-то, знаете, вот рассуждать о том, кто говорит эти слова. И с одной стороны, как будто бы говорит пророк, да, но вот можно вполне предполагать, что это слова Бога. Послушайте, что Бог говорит. «Не умолкну». Бог говорит, «Я не умолкну, перестану говорить ради Иерусалима». Вот эти вот слова «Я не успокоюсь». Бог говорит, «Я не успокоюсь». До кого времени, доколе не взойдет, как свет, праведность твоя? И доколе спасение наше с вами, друзья, оно не будет гореть светильником? Можете представить, какой у нас Отец? Отец, который не успокоится, пока наша с вами праведность не будет гореть, как факел. Пока наше спасение не будет видно, Отец не успокоится, друзья. Это наше с вами основание. Да, наша праведность похожа на запачканную одежду. Но, с другой стороны, у нас с вами есть Бог, который намерен, друзья, у которого есть цель вести свой народ вот именно к такой славе. И последнее, что обращаю ваше внимание, друзья, снова, это слова человека, сторож-заступник. Это человек, которому Бог дал такое обязательство, у него есть призвание молиться Богу о народе. Это не простое призвание, друзья, это очень сложное призвание. И вот очень трудно себе представить, вот как можно вот так вот молиться о народе заступившем. Вы знаете, друзья, вот у каждого из нас, у каждого из нас с вами есть какая-то мера ответственности по отношению к кому-то, не так ли? Вот если вы родители, у вас есть дети. А если вы преподаватель в воскресной школе, у вас есть дети, которых вы учите. Если вы проповедник, у вас есть слушатели, которым вы проповедуете. То есть мы в чем-то, у каждого из нас есть какая-то мера ответственности, друзья. Вот сторож-заступник, его сердце, оно похоже на сердце Бога. Он не успокоится. Он не будет иметь покоя и днем, и ночью, друзья, пока праведность тех, вот, за кого он ответственен, он не будет сиять, как свет. Пусть Бог благословит нас с вами, друзья. И вдохновит вот этими словами, ну, продолжать молиться. Продолжать молиться за своих родных, которые не знают Бога. Продолжать молиться за Божий народ, друзья. Вот как проповедник, как служитель, друзья, это тоже большая часть наша с вами. А молиться, молиться, чтобы праведность Божьего народа, вот именно сегодня, она сияла, как свет. Чтобы спасение наше с вами, оно было видным, было явным. Это наша ответственность молиться о Божьем народе. Пусть Бог благословит нас с вами сегодня, в этот день. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. Какое желание помолиться, пожалуйста, помолитесь. Субтитры подогнал «Симон»